Коричневые семена, как правило, проще найти, чем золотые. В чем разница? Белый лен нежней на вкус и наделен повышенной активностью антиоксидантов. Обычно в пищу принимают цельные семена или размолотые. Запиваю достаточным количеством жидкости не менее одного стакана. Столовую ложку семян, заливаю стаканом горячей воды и настаиваю 30 минут. Затем выпиваю вместе с семенами. Оболочка семени оказывает благотворное влияние на организм, в частности на кишечную микрофлору. Это стопроцентная клетчатка. Оболочка содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна, в том числе и слезеобразующие. Попадая в кишечник, мягко обволакивает слизистую, тем самым защищая ее от грубого механического и химического воздействия. Семена льна активизируют перистальтику и выводят из организма вредные вещества. Семена льна содержат полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, что является строительным материалом для мембранок клеток. Семена льна содержат фитоэстрогены, вернее наружный слой семени льна и благоприятно влияют на гормональный баланс. По структуре фитоэстрогены похожи на женские гормоны эстрогены. Это делает кожу эластичной, упругой, улучшает структуру ногтей и волос. Можно понемногу добавлять лен в суп, каши и другие блюда, и это будет приносить огромную пользу организму. Рекомендуется применять при гастритах, язвенных болезнях желудка, при пищевых отравлениях. Благодаря высокому содержанию клейковины, то есть льняной слизи, оказывает противовоспалительное, обволакивающее и более утоляющее действие.